Маленькая распаковочка с Алиэкспресс. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, сегодня у нас немного посылок, однако всё же нужно их распаковывать и, как я и обещал, мы распаковываем всё, что я заказываю с Алиэкспресса, да и не только. Что в них находится, честно говоря, не знаю, потому что всякие разные мелочи и не мелочи было заказано. Приходит сейчас как-то вот всё либо слишком быстро, либо какую-то мелочь приходится ждать. Так что предлагаю вам заваривать какой-нибудь полезный напиток, берите что-нибудь вкусненькое и поехали крошить эти пакеты и коробки. Погнали! Так, начнём, пожалуй, от меньшего к большему. Вот в этих пакетах вообще не представляю, что у них может находиться, это что-то совсем маленькое. А, друзья, это из рыбацкой темы, тема, которая, к сожалению, что-то в этом году всё никак не начнётся. Это, знаете, тот самый случай, когда рыбак превращается скорее в коллекционера. В общем, такая вот, ну, не то чтобы новая, но, не знаю, кому интересно, да, в мире рыбалки. Вот. Не то чтобы новая снасть, но очень рабочая. Даже, честно говоря, не знаю уже, как этот балансир называется. Раньше они так называли, сейчас вот чуть-чуть добавили уже по-другому как-то. Ссылочку вы найдёте в описании под этим видео, кому интересно, можете посмотреть, как назвали там это всё китайцы. Такая люгенькая, ну, грамм 5, наверное, грамм 5-7, скорее всего. Так, следующий маленький пакетик. Ну, вообще рыбацкого не будет немного, я что-то там одну-две снасти вот эти закупил, что-то у меня настроение было такое. Вот под это настроение взял такие вот простические вещи. А, это, друзья, вот у меня уже были на канале разные амулетики, это вот такой вот чертог финиста. Такая вот красота. Ну, тоже ссылочка остались в описании под видео, я не буду сейчас распаковывать, пусть будет. Пакетик чуточку побольше. Здесь где-то должны быть намордники для нехорошо себя ведущих финистиков, но, скорее всего, это не оно. А, да, я же рубашку брал, наверное. Такая вот, друзья, чёрная длинная рубашка с таким воротником. Жду от вас комментарий по поводу бороды и всего этого. Ну, наверняка появится. Так, вот это очень интересно по форме, непонятно, что. Что это такое может здесь быть, так всегда интересно, друзья. Знаете, вот вроде распаковываю, у вас нет понимания, что там, и у меня тоже. Мы вместе с вами, получается, такие первооткрыватели какого-то маленького... А, тут консолидировано. Какого-то маленького открытия. О, ещё, есть пакетики ещё меньше, кстати. Так, надо открывать поаккуратнее, что-то там. Что-то я, по-моему, порезал, нет? Нет. О, вот как раз-таки пришёл, это, знаете, это такой намордник, что-то даже не лаял. Ну, бывают такие случаи, когда, ну, просто не нужно, чтобы собака лаяла. Вообще, я заказывал ещё второй намордник, он такой, знаете, как этот, может, здесь где-то и лежит уже. В общем, в нём посвободнее, можно спокойно рот открывать, дышать там и так далее. Вот он уже так, видите, всё тесненько. Когда заказываешь чёрный, и на фотографиях чёрный, прислать белый, вообще не понимаю, как? Как такое может случайно произойти? Это что такое? Это легкопластырь, если тренировки будут не сильно удачные. В общем, у кого вы ещё увидите такое на распаковках, это, друзья, кнут. Заказывал, правда, чёрный и пришёл белый. Ну, вообще, крайне то. Не знаю, сейчас как-то будем с продавцом это всё решать. Белый всё-таки это, ну, совсем не чёрный. Ну, посмотрим как. Это такое, знаете, для тренировки, для того, чтобы чувствовать даже своё собственное тело, чувствовать вот этот натяг. Вот такой вот. Так, я не знаю, как вам это, друзья, объяснить, зачем нужен кнут в современной жизни, да, городской тем более. Вот самое интересное, большая коробка. Большая коробка. Погнали. Вот так вот мы изящно красиво порезали. И, конечно же, здесь, друзья, проектор. Пошла мода на вот такой вот именно дизайн. Как, знаете, как будто сверху пластинка, да? Всё. Что-что, а мода всегда... Ну, и всё, и в истории всё повторяется, и мода повторяется, почему бы нет. Проектор от T-Unior. Опа! Чуть отличается. Тут комплектующие. И в самом низу, почему-то, инструкция. Давайте быстренько комплектующие глянем. Может, что-нибудь в ноги положили. Хотя, мне кажется, всё везде одинаково. По комплектующим... А, ВГА положили. Не всегда ВГА кладут. Ну, не знаю, кому нужен, конечно. Вот это-то редко кому. Есть только с какой-нибудь видеокамеры старой. РСА. Кабель. Силовой кабель. Тут ножка кистина в нём болтается. Такой дешёвенький, самый простецкий. Силовой кабель. И самый простой пульт, естественно, без батареек. Как видите, всё надёжно упаковано. Коробочка целая, всё хорошо приходит. Оп! Это, кстати, друзья, Q10 Basic-версия, то есть без андроида. Настоящий Full HD-проектор с хорошей яркостью. Вот такой, видите, как красиво у неё дизайн. Здесь прям, скорее всего, даже металлическо. Потому что очень сильно отличается по температуре. Вот эта пластинка прям холодненькая. Многие меня просили показать Q10, потому что было Q9. Всё очень хорошо. Q8 вообще шикарно себя в играх показал. А вот эта вроде как совместили их плюсы, убрали недостатки. Появилась вот такая вот модель Q10. Ну, выглядит хорошо. Выглядит хорошо. Ну, а как он себя покажет в деле, мы, я надеюсь, скоро узнаем в одном из моих ближайших обзоров. Так что пишите в комментарии, если вам интересен обзор на этот проектор. В общем, друзья, вот такая вот у нас небольшая распаковка была. Очень странная. Вряд ли вы увидите на каком-то канале, чтобы распаковывали кнуты там и всё вот это подобное. Но всё же был проектор. Я думаю, многим будет интересно. И, надеюсь, полезно. Ну, а я вам желаю любви, осознанности, миру сердца, воли и смелости. С вами был Ёж. Пока.